Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Вы уж извините, что мы все рассказываем и рассказываем вам про Арабские Эмираты. Но наснимали много. Куда это теперь девать? Не прятать же или класть в стол для будущих поколений. Поэтому будем продолжать показывать вам достопримечательности Дубая. И сегодня расскажем вам про одно из самых больших достижений инженерной мысли, воплощенных здесь лучшими строителями, гидротехниками, архитекторами, собранными со всего мира для выполнения задумки эмира Дубая Мохаммеда. Речь пойдет о знаменитой насыпной пальме, прямо посреди Персидского залива, которая представляет собой целый архипелаг насыпных островов в виде ствола и листьев пальмы, если смотреть на них с высоты птичьего полета, и на которых построены и продолжают строиться пятизвездные отели, аквапарки, океанариумы, а также частные виллы. Уважаемые любители рок-музыки, сейчас мы едем. Видовая площадка называется Palm View, то есть из нее видно вот эту вот пальму насыпную в заливе. И мы хотим посмотреть с высоты птичьего полета на вот эти насыпные острова и на тот остров, в котором находится наш отель. Ну что, поедем с нами? На Лексус все едем. Поехали. Все, рванем вместе. Как вы? Не боитесь высоты, уважаемые любители рок-музыки. Посмотрим. Ну и мы надеемся, что в этот раз таксист попался, который понимает, куда мы едем, и что нам нужно от него. Будем надеяться, что до захода солнца мы туда доедем. А солнце здесь заходит ровно через час. Сейчас 6 часов вечера, а солнце заходит в 7 здесь. Уважаемые любители рок-музыки, мы проехали в этот мол или это офисный центр, не знаем, что это такое. Но оно громадное. И там сверху это видовая площадка. Мы сейчас идем покупать билеты и поехали наверх смотреть, пока солнце не зашло. Погнали. А потом на обратном пути пройдемся, посмотрим, что тут такое. Вот что-то купим хорошее. Тут, видите, бутики всякие. Сказали сюда идти. Все, узнаем. Вот тут тикеты продают. Мистер, тут тикет. Тут тикет? 150,8 человек. Хорошо. Человеку, далекому от строительства, может показаться, что в возведении этих насыпных островов нет ничего сложного. Ну, насыпал себе, дай насыпал. Но на самом деле это сложнейшая инженерная работа, которая включает в себя и сейсмически, и гидрологически, и геодезически, и геотехнически, и экологически, и экономически исследования, расчеты и прогнозы. А после этого уже колоссальный объем строительных работ по созданию прочных, неразмываемых оснований самих островов, с задействованием массы судов различного назначения и намывателей песка. Это просто неимоверная по своей глобальности задача. Только для устройства главного волнореза было использовано 7 миллионов тонн горных пород, которые добывались в 16 эмиратских карьерах. А для создания насыпи островов было использовано 100 миллионов кубических метров известнякового песка. При создании этой насыпной пальмы использовался крупнейший в мире флот землесосных снарядов, барж, других кораблей для перевозки горных пород и прочей морской техники. И делалось все это не для того, чтобы удивить мир, хотя и это присутствовало у амбициозных арабов. Успеваем, уважаемые любители рок-музыки, успеваем. Зазывают под подземелье какое-то. Плавают, пойдем, пойдем. Шотцы, уважаемые любители рок-музыки, тут кино показывают объемное. Вы видите, какая красота. Всякие акулы. Ну что, нас проучают к высоте, идемте. Тут показывают всю эту красоту, гляньте. Вот это мы должны увидеть сверху, вот это. Показывают, как насыпали, в какой очередности. Наш отель где-то вот тут. Вот, уважаемые любители рок-музыки, говорят, стойте, ждите. Мы рвемся смотреть, а не растойте, ждите. Ну, а он пошел. Так и норовят. Маски надеть и в очередь поставить. Ну, прям как в Советском Союзе. Там тоже очень любили очередь. Нам просто крупно повезло, я хочу вам сказать. Почему? Потому что коронавирус расширил пространство. Толкаться надо локтями, спокойно зашли. Без очереди, без ничего. Пришли сюда. Сейчас нам покажут вот это вот кино. Тут написано иммерсив театр. Какой-то театр тут есть. Вот нам там сначала покажут театр, а потом повезут наверх. Уважаемые любители рок-музыки, нам сейчас с вами еще кино покажут за 158 дирхамов. Столько стоит билет на одного человечка. Смотрите туда и не прозевайте ничего. Вот самое главное. Давайте. Я тут рискую. Маску снял. Сейчас меня ругать будут. Давайте. Смотрите. Но в первую очередь это делалось для того, чтобы серьезно увеличить прибрежную зону с целью строительства у кромки воды отелей экстра-класса. Ведь что это за пятизвездный отель у моря? Если он от этого моря находится в нескольких километрах, это уже какая-то дорогая ночлежка. Вот какие цели преследовало руководство Дубая прежде всего. Идейным вдохновителем и организатором всего этого масштабного строительства был шейх Дубая Мохаммед, который в 1999 году поставил перед собой и перед Эмиратом задачу создания из Дубая жемчужины мирового туризма. Но развитие высококлассного туристического кластера сдерживала очень небольшая береговая линия, всего лишь 72 километра длиной. И к тому же она уже была застроена как отелями, так и частными постройками. Поэтому и возникла идея создания искусственного острова в начале стандартной круглой формы, который бы добавил, конечно же, длины береговой линии, но только на 7 километров. А этого было недостаточно для дальнейшего развития. Поэтому было принято решение сделать целый архипелаг островов и придать ему форму финиковой пальмы со стволом, который соединял бы острова с городом, и листьями пальмы как острова. Такое решение сразу же вдвое, еще на 70 километров, увеличивало городскую береговую линию и позволяло осуществлять развитие инфраструктуры туризма на многие годы вперед. Старт строительству был дан в 2001 году. Острова насыпались исключительно из натуральных материалов, горных пород и песка из самих Арабских Эмиратов. И в 2006 году в основном возведение этой насыпной пальмовой ветви островов было завершено. Мировая строительно-архитектурная общественность назвала эту пальму архитектурным чудом. На 17 пальмовых ветвях Джумейры расположено 1500 роскошных пляжных вилл со своими бассейнами и частными пляжами. А большинство отелей, в том числе и отель, в котором мы остановились, Джумейра Забель Сарай, расположены на самом большом 11-километровом острове в виде полумесяца. На Пальме есть и огромный торгово-развлекательный центр с 80 ресторанами, есть и огромные восточная и западная марины по 270 причалов для яхт в каждой. Для сообщения с большой землей используются три вида транспорта автомобильный и монорельсовый по стволу пальмы, а также морской транспорт в виде паромов и катеров. Про различные инфраструктурные сооружения и обеспечение островов водой, электроэнергией, теплом можно рассказывать долго. Так же, как и про объекты для отдыха и развлечений, различные парки, аквапарки, фонтаны, рестораны и так далее. Но я это перечислять не буду. Думаю, вы и так представили себе масштаб и строительства, и уже построенного, и продолжающегося строительства. С самого насыпного архипелага дубайские власти сделали еще одну туристическую достопримечательность. Они устроили великолепную смотровую площадку с прекрасным видом на эту рукотворную пальму, которая открывается с 52 этажа небоскреба The Palm Tower на высоте 240 метров. Быстро, не затянуто, и все сразу понятно. Когда начали, когда кончили, кто присутствовал, кто показывал, куда идти и что там строить, все ясно. Согласитесь, очень интересно и динамично. Вот, начали в 97-м. Вот он, рокер, видать, рокер, рокер. Он тоже любит, как я показываю. Вот так показывает. То есть родственная душа. Не просто так они сделали восточным рок-шейхом. Ну все, вы посмотрели всю историю. Теперь пойдемте поглянем на тот камешек, что висит. Пойдем. Ну, интересный экранчик такой, кругленький, вокруг. Кажется, что он натуральный там аквариум. А это круговой экран, прикольный. Пишут, что каждый камень весил по 6 тонн. Туда сбрасывали. Вон тут. На у тех грузовичках. Ну я, как почетный строитель России, просто обязан был сфотографироваться возле этого камня с этим крюком. Погнали быстрее. Сейчас без нас уедут. Ну, судя по этим лабиринтам, тут народу бывает многовато. Как в аэропортах. Ходишь с зигзагом. А сейчас просто, ну, прям повезло. Никого нет. В лифте едем, уважаемые любители рок-музыки. Едем в лифте, уши закладываются. Он со страшной скоростью несется, 12 метров в секунду. Ну, как нам рассказали. Я верю, потому что уши закладываются. Реально. Ну, чтобы нам было веселее. Видите, показывают нам рыбки всякие. Виды сверху. 52 этаж, пошли. Не высоко. Ну, шо, вот она, красота. А ну, идемте, а ну, идемте, смотри. Уникальность этой смотровой площадки заключается в панорамном обзоре в 360 градусов и специфическим стеклянным ограждением, установленным под углом 45 градусов, которое позволяет значительно улучшить зрительный эффект от наблюдения за пальмой Джумейра и за самим Дубаем. Уважаемые любители рок-музыки, я, с вашего позволения, посмотрю в очкуляры, в бинокль. На террасе смотровой площадки установлены большие бинокли и устроены специальные прозрачные подножки в наклонном стеклянном ограждении, позволяющие зависнуть, по сути дела, в воздухе на высоте 240 метров, так как под ними, кроме прозрачного стекла, ничего нет. Для любителей пощекотать себе нервы, это прекрасное развлечение. Красота! Красота! А знаете как, иногда хочется пощекотать себе нервы, понимаешь, что все безопасно, но все равно очку работает. Ну вот, видите, как красотень. Стоишь, а под низом вот такой вот. И хоть ты понимаешь, что тут полная безопасность, все равно кто-то страшно. Видите, вот такая вот красота здесь видна с этого обзорного места. И самое главное, вот это, вот это, вот под твоими ногами, видите, вот мои ножки, вот они. А внизу вот так красотень. Ну класс! Уважаемые любители рок-музыки, пойдемте посмотрим на наш отель, пойдемте. Вон там вот, чуть дальше. Не, ну классное развлечение, ну согласитесь, подняться и посмотреть. И посмотреть с высоты с этой, на город, на прекрасный, на море, на вот эту рукотворную красоту, на эти насыпные острова. Уважаемые любители рок-музыки, вон наш отель, на этом островочке. Вон, видите, вот это он. Ну тут пляж выходит, да, в эту сторону. А в ту сторону вид на Дубай, в очень удачном месте. А вон, видите, вот с куполочками. Это новый отель, Кемпинский. Говорят, что просто вообще высший пилотаж. И в следующий раз, если мы поедем сюда, мы, скорее всего, пойдем в Кемпинский. Туда. Потому что прикольно он. Ночью эти купола горят зеленым цветом. Ну, очень красиво. Мы проезжаем. Когда едем к своему отелю, мы все время проезжаем мимо Кемпинский. И потом подъезжаем уже сюда, к своему отельчику. Вот он. Родимый. Ну, красота внизу. Ну, гляньте, ну просто обалденно. Вид просто шикарный. Красота. А вот там вдали сейчас пойдем покажем вам первый отель, самый главный, который был построен. Это Атлантис. На нем мы тоже отдыхали. Он на крайней точке находится Пальмы. На вершине Пальмы. Пойдемте смотреть. Тот знаменитый, который я вам рассказывал. Куда они организовывают чартеры. Раньше, по крайней мере, организовывали чартеры, которые в Москве только самолет летел для туристов Атлантиса. Повторюсь, в самом самолете тебе заоформляли все документы разрешительные. Оформляли уже номер в отеле. Тебе выдавали ключи. Тебе не нужно было брать ни багаж, ничего. Там все за тебя врали. Ты проходил в номер, уже все, багаж там на месте. Вот это тотель. И к нему это главная дорога. Но к нему там, видите, пролив. Дорога к нему прям под проливом подходит. Ну и в основном, если вы обратили внимание, частные дома, которые продаются за миллионы долларов. Марины, видите, яхточки стоят. Ну а на том крайнем, видите, стоят отели эти звездные. Ну, один из них наш. Мы вам его показали. Так что, уважаемый любитель рок-музыки и уважаемый хэви-метал-поптере по шансончике, накапливайте деньги. И на вот этом любом лепесточке можно купить себе виллу за совсем скромные там пару-тройку-десятку миллионов долларов. Хе-хе-хе-хе. Никаких проблем. Будь проезжать и отдыхать. Могу. Помните, игрушечка, спичечные коробочки. Это они уже по-современному, по-тик-токовски делают гостиницу, видите. Чтобы выдвигать, задвигать. Но там, конечно, никто ничего выдвигать, задвигать не будет. Но образ и подобие есть такой. Уважаемый любитель рок-музыки, до вершин рок-н-ролла осталось совсем недалеко. Видите? Чуть-чуть. Сейчас мы пока вот здесь, на 52-м этаже. И в нашу честь поют песню. А вон вдали, как вы видите, белеет парус одинокий. Это гостиница, Бурж-Аль-Араб, она называется. Она пониже, чем Бурж-Аль-Халиф. Но говорят, очень комфортабельно. И там становятся звезды. Именно в Бурж-Аль-Арабе. Там двухэтажные номера, красота. Мы там рядом были и снимали это все. Когда строили Бурж-Аль-Араб, Эмир Дубая сказал архитекторам, сделать мне такую гостиницу, чтобы она узнавалась с трех линий. И действительно, это узнаваемо сразу же, с первого взгляда, что это именно Бурж-Аль-Араб, Дубай. Только такое. Есть здание в виде парусового. В мире больше таких нет. Обратите внимание, внизу бассейн посреди моря. И мне вот, и меня мучает вопрос теперь, когда я увидел этот бассейн посреди моря. Интересно, он пресный или нет? Ну, скорее всего. Потому что они любят эти приколы. Такого, чтобы ни у кого не было. Такого посреди моря пресный бассейн. Потому что цвет воды там отличается. Серьезно так. А вон бассейн посреди двух домиков. Наверху. Где-то этаж, не знаю, какой там 30-й, 40-й. Это классно. Это прикольно. Мы в таком бассейне расплавали. Но это было в Таиланде, в Бангкоке. Там отель был тоже пятизвездный. Там где-то этажа на 30-м. Был бассейн. И когда мы туда вышли, а они вокруг засадили все зеленью, пальмами в катках. И такое было ощущение, что тут на природе где-то. Вообще не было видно города. Шумы не доносились. Так это было очень высоко. Поэтому такая тишина. Птички поют. А внизу 30 этажей. Прекрасный бассейн с баром совсем подряд. Классно тоже там в Таиланде. В Бангкоке. Такой вот отель. Ну что, уважаемые любители рок-музыки. Ну, успели. До захода солнца. Все увидели и все вам показали. Прекрасный вид. Прекрасная человеческая мысль, воплощенная в камни. Вот так вот. То есть, когда идеи овладевают массами, они становятся материальной силой. Помните, Владимир Ильич Ленин? Так вот, идея архитектурная была воплощена. Вот это вот великолепие. И поэтому стоят туристы теперь со всего мира. И любуются этим всем. И отдыхают. Вот такие классные отели. Так как здесь, благодаря вот этим островам, побережье пляжное увеличилось в два раза дубайское, то они намерены построить здесь еще 50 пятизвездных отелей. Ну, а так. Помимо смотровой площадки, в здании Пальм Тауэр находится смотровая галерея, которая, по сути дела, является музеем создания этого рукотворного архипелага на Сыпных острову. И перед подъемом на обзорную террасу туристам обязательно демонстрируют краткий документальный фильм об этом уникальном строительстве. И демонстрируют различные артефакты и фотографии, собранные в этой галереи. Ну, а что еще хочу отметить? Я уже об этом говорил, но еще расскажу. Дороги в высший класс. Вот просто высшие, многополосные, идеально ровные, никаких выбоин. Четко, классная разметка. Великолепно светофоры отстроены. Машин пробок нету, хотя город повторюсь 2,5 миллиона. Развязки многоэтажные, ну, просто город будущего. Вот так вот, они задумали вперед на 50 лет и в минимум смотрели. И это правильное планирование. Китайцы планируют не менее 50 лет вперед. В Советском Союзе планировали пятилетками. Потом в России уже 90-е годы вообще перестали планировать. Перешли на ручное управление. Ситуативное. Но сейчас мы возвращаемся опять к тому, чтобы планировать на долгие годы вперед. Смотреть на вырост, потому что страна растет. Технологии изменяются. Конечно же, нужно планировать. Горизонт планирования должен быть очень далек. Большим в современном мире. Ну и давайте посмотрим вечерние небоскребики. Давайте, вот они. Вот они, видите. Повторюсь, 20 лет город небоскребов построен. Вон, подобие Эмпайр-стейт билдинга. Два штуки стоят. Стройка не останавливается, если вы видите. Стройка идет беспрорывно. Так и должно быть. Строиться нужно беспрорывно. Развиваться. Так же это все относится и к личности. Личность свою надо строить беспрерывно. И города строить беспрерывно. Потому что если город не строится, он умирает. И личность, если саму себя не строит, тоже заканчивает на этом. Уважаемые любители рок-музыки, пока мы круг наворачивали, показывали вам все, Кемпинский включил зеленый свет. Вон, видите, я вам рассказывал про Кемпинский. Видите, зелененький. Очень красиво. Вот вы не представляете, эти купола сверху, которые на нем очень-очень красиво смотрятся. Когда проезжаешь мимо, просто красота такая. Изумрудные такие. Даже отсюда видно их. Молодцы, оригинальное очень решение. Казалось бы, цвет другой сделали, а уже выделяются. Тут многие с куполами гостиницы, но эти выделяются оригинально. Так что, уважаемые любители рок-музыки, успели. Круг накинули и стемнело. И уже в огоньках все. А на юге всегда быстро темнеет. Не успеешь оглянуться, раз и солнце уже село. Уважаемые любители рок-музыки, наша экскурсия. На 52 этаж Макхилл Молла завершается. Сейчас за нами подъедет наше такси. А мы стоим возле фонтана, который, как вы уже знаете, есть признак на востоке богатства. Когда фонтаны из пресной воды испаряются просто так в небо. В 30-ти градусную, 40-ка градусную жару. Не жалеют. Воды не богатые. Но и мы не бедные. Нам самое главное организоваться вовремя. Перестроиться. И все санкции сбросить. И крепнуть, на ногах становиться, богатеть. И становиться самыми главными на планете. Вот так. На сегодня все. До свидания, друзья. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Валащук. Валащук. Валащук.